всем привет всю жизнь я с этой музыкой всю жизнь я с этими пластинками ну надеюсь что не всю жизнь еще впереди будет много чего я уверен в этом но вот все те годы прожитые мной меня сопровождает музыка вот этого замечательного парня точнее этого прекрасного мужика блюзового музыканта джона майло про первый альбом я немножко рассказывал где-то в плейлистах у меня есть ролик про первый альбом майло это вторая пластинка джона майло джон майл блюз breakers with eric лептон такое длинное название 1966 год и в общем то можно с уверенностью сказать что непонятно это альбом джона майло или это альбом эрика клептона потому что клептон здесь играет так много и он так впереди так много берет на себя можно сказать что слушаешь практически клептона самого начала а а потом вдруг начинаешь слушать джона майла потому что он тоже очень много играет и практически везде поет за исключением одной песни так что нет это все-таки блюз breakers джон майл уит эрик лептон ну и еще здесь конечно же ритм секция замечательно джон макви на бас-гитаре и хью флинт на ударных туховая секция из трех человек тенор баритон саксофоны и труба на трех вещах что же это такое в принципе я соглашусь наверное с массой критиков что бывает редко и в основном слушатели любителей британского блюза что это властинка это наверно лучшая запись британского блюза всех времен но пока что вот до сих пор есть конечно быстрее есть громче есть яростнее есть более близроковые вещи но если так очиститься прийти в себя в сухом остатке останется наверное вот этот альбом как действительно лучшая запись блюза англии 60-х 70-х 80-х 90-х нулевых десятых и возможно и 20-х настолько здесь все чисто хорошо здорово и правильно что отис раш известный вам наверное блюзовый музыкант сказал здесь кстати пластинка начинается с кавера отис раша all your love так вот раш сказал что если бы эрик клептон ничего не записал ни одной ноты не записал бы кроме вот этой пластинки он бы уже вошел в историю как лучший британский блюзовый музыкант гитарист на самом деле я не считаю что эрик клептон лучший блюзовый гитарист он великолепен он он на грани гениальности находится конечно но у меня есть много любимых других блюзовый гитаристов и эрик клептон входит в их число скажем так однако на тот момент времени лучшего ничего не было британия действительно на тот момент времени 66 65 66 году лучше никто клептона не играл эту музыку эрик клептон играл в группе ярдбердс как вы знаете все и ему это смертельно надоело потому что ярдбердс все-таки делали крем сторону поп-музыки в сторону синглов в сторону продаж в сторону такой хороший здоровый большой попсы а клептон хотел играть блюз он очень любил эту музыку и хотел все время ее нести в массы и не столько наверно нести в массы сколько самому ее играть и просто кайфовать от собственной игры от этой музыки от этих звуков от тех песен которые он играл песни черных авторов музыкантов стандарты бронебойные такие чикагские напевы ему это очень нравилось и в конце концов он из ярдбердс ушел потому что сказал что хватит я больше попсой не занимаюсь ха 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 зная его жизненный путь можно сказать что кривая его привела все равно к большой попсе на склоне лет уже но хороший такой здоровый но поп музыки однако тогда он был молод яростен полон сил влюбленный в блюз человек пошел своим путем и пришел в в группу блюз брейкер с джона майла которая уже вовсю играла по лондонским клубом выпустила уже первый long play большой и была чрезвычайно известна в кругах блюзманов и являлась очень такой 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 лабораторией блюза наряду с группы алексиса корнера через которую прошли все наверное известные британские блюзовые и роковые музыканты того времени включая микка джаггера вот но клептон оказался в блюз брейкер с джона майла год они поиграли по клубам давали массу концертов срослись сроднились и записали вот эту пластинку мне немножко мое мнение такое что эта пластинка настолько хороша настолько выверена настолько точно она сыграна вся музыка на этой пластинке настолько все чисто правильно нотка в нотку ни одного так называемого так называемого кикса нет нигде гитара звучит идеально просто папа папа по ниточке просто вот вот не придеревшись ни к чему каждый звук каждый удар медиатора по струне никаких лишних чирканье ничего просто идеально кристально все сделано при этом я вернусь уже к удару медиатора по струне я есть один специалист большой в интернете который тут в этом дескать разбирается мы не будем а грустным и настолько все это филигранно включая даже джемы здесь есть несколько джемов где майл с клептоном выкладываются такая дуэй клавиш с гитарой дуэль гармошки с гитарой и вот они джимуют там минуты по три все равно это так получилось кристально чисто что знаете ощущение такое что играет не белый музыкант эрик клепсон играет черный музыкант а играет прямо вот прямо как надо по-черному здесь очень прямо отец раш даже сошел с ума услышав эту музыку ничего себе как играет человек прямо как прямо как мы так вот ощущение такое что играет черный музыкант в чикагском клубе к нему подходит владелец клуба и говорит слушай эрик сегодня вечером к нам придет глава бандитов нашего района а он очень любит чтобы музыка звучала красиво поэтому сыграй гад красиво чисто без фальши иначе тебя просто застрелят и вот эту музыку мы слышим на этом львове как будто бы в гости пришел глава бандитов нашего района и гитарист играет все как надо но при этом гитарист насколько хороший насколько любит блюз что играет очень громко очень оттяжно очень ясно и как говорит один там товарищ высекает просто ноты высекает они вылетают у него из гитары на вылетают прямо точно 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 как пулемет туда вот туда 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 строчит очень круто и вот all you love первая песня отиса раша которую запевает джон майл сидя за клавишами подхватывает клэптон играет умопомрачительное свое соло очень громкая очень громко с дикой атакой с яростью такой гитарной электрической что действительно никто да 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 туда до тех пор так не играл после этой пластинки появилась надпись метро на стенах клэптон бог это было откровение это это было совершенство блюза прозвучавшего в лондоне может быть даже круче чем в чикаго это было потрясающе действительно следующее произведение хайдэуэй хайдэуэй это номер фредди кинга инструментальная пьеса практически здесь и клэптон задает такого блюз-рока настоящего что вспоминается и led zeppelin который будет где-то там скоро не скоро точнее где-то вдали замаячит и масса вот этих блюз-роковых трио грандиозных там баджи и прочее 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 и в общем то можно сказать что вот это ну мне так кажется что я бы поставил вот эту вот версию хайдэуэй как начало британского блюз-рока и тяжелого гитарного рока вообще клэптон здесь открыл двери можно сказать британскому тяжелому гитарному року ну если all you love это все-таки блюз который поет mail играя на клавишах а клэптон играет соло то хайдэуэй это просто номер клэптона с такой зубодробительный гитарный очень громкий очень электрический я не знаю как он обрабатывал гитару потому что она я не знаю такой пробивной звук такой классный звук клэптоновский которым перенес в крим потом но в криме он звучит по-другому все-таки а здесь он прямо вот разрезает пополам все тело little girl песня майла маленькая девочка 18 лет 18 лет более в это прямо эмо прямо эмо тема такая очень красивая и надо man гармошечная штука моего яростная быстрая гармошечная штука а вот double crossing time она идет по моему минуты четыре и вот здесь эта песня тоже эта песня которую написали mail и клэптон вместе mail поет и вот здесь джем гитара с клавишами гитара с гармошкой они перекликаются mail играет в смысле клэптон играет быстро дикие дикие подтяжки дикие бэнды вибрато качественно крутое такое не просто вот наслаждение слушать просто наслаждение гитарное what what i say песня рэй чарльза безумие такое безумие быстрое безумие уход в сторону буги при джазованного и я не знаю прекрасно или непрекрасное но абсолютно сумасшедшие соло на барабанах и уфлинта но она здесь к месту я не знаю я не назову его гениальным так скажем так но в контексте всего альбома она прямо к месту тут сводится кейту лав открывает вторую сторону мощной мощной атакой духовых такое ощущение что звучит big band оркестр хотя всего трое музыкантов играют два саксофона и труба ну такая атака такое давление духовых включается mail и клэптон и уже просто hard пошел hard blues с духовыми духовые духовые вообще обычно облегчают структуру а здесь они наоборот они дают такое мясо так такое просто вот именно hard hard blues ух какой parchment farm еще один кавер опять таки с гармошкой heavy overhead джона майла при при примедленный такой блюз гитарный где опять-таки поет эрик клэптон на гитаре просто поет и изо всех сил и ramblin on my mind песню роберта джонсона которую исполняет эрик клэптон на пусть на электрической гитаре не то чтобы имитирую акустическую но такая партия акустической гитаре гитары на электрической с соло все-таки играет одноголосое соло там порой mail играет на гармошке и это первая запись вокала эрика клэптона клэптон здесь поет эту штуку ramblin on my mind и можно услышать его голос юный совсем с гитары роберт джонсон он купается в этом блюзе которого торчит сам как лом как говорили в наше время степпин аут фрейзера знаменитый риф этот ну я не так спел но это неважно вы уже по ритмически можно понять что и так и туда 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 и понеслось и вот здесь опять джем опять клэптон выкладывается так как никто ну я говорил же тысячу раз про про то что не играли до клэптона так на гитарах и студенты лондона студенты англии как слушавшие эту пластинку они все сходили с ума все заворачивались на блюзе и и все бежали в блюзовые клубы слушать концерты джона майл джон майл блюзбрекерс и других блюзовых музыкантов и завершается эта вся история it ain't right еще один кавер и еще один джем но джем уже абсолютно разудалый все пошло в разнос но вот этот разнос на фоне опять повторю в контексте в контексте идеально кристально записанного альбома вот этот разнос он звучит очень естественно очень на месте и как как финал такой что мы все-таки мы все-таки джем и мы все-таки айнэнэ такие вот блюзмены веселые можем дать жару где угодно даже на таком идеально скровенном альбоме хотя тоже все звучит чисто вот несмотря на эти айнэнэ вот в этой песне тоже все чисто сыграно прекрасно идеально и вот что меня веселит по сути это поп-альбом это поп-альбом достойный грэмми в блюзе то есть а грэмми дается только поп хорошим идеальным таким произведением и клэптон убежав от поп-музыки ярдбердс прибежал к поп-музыки в виде блюза но и при этом это настоящий корневой сводящий с ума и черных и белых блюз вот так получилось а потом клэптон ушел и пришел к нам виде гитариста группы крим о которой мы еще поговорим крим поговорим а я прошел пить пока